Чувство тревоги, чувство озабоченности и чувство, наверное, в первый раз после долгих послевоенных лет и до признания, вот это чувство было, что же нас ждет, почему так. Вот это чувство, оно меня обуревает, и я думаю, что я не могу говорить за весь народ. За весь народ могут говорить только те, кому эта Конституция позволяет говорить. В отношениях бывает всякое. Бывает восхождение, бывает падение, бывают какие-то разногласия, и, безусловно, они решаются в процессе переговоров. И разговор должен идти, безусловно, на языке дипломатии, на языке корректном, на языке взвешенном. Ведь недаром говорят в народе, у нас на абхазском языке, для тех людей, которые являются или берут на себя ответственность за большие свершения, или в будущем собираются взять на себя такую миссию, рафия и радзана и чаверу. То есть, каждое слово должно быть взвешенным. Потому что, если говорит просто человек у себя на кухне, этого никто не слышит. Но когда он это транслирует в пространство, которое доступно огромному количеству людей, безусловно, оно отразится на всех. Поэтому я считаю, что все те, которые причисляют себя к общественным деятелям, к политическим деятелям, к органам власти и управления, все они должны жить и действовать так, и говорить так, чтобы их слова отразились благотворно на их народе, на тех взаимоотношениях, которые они считают важными для своей страны, для своего народа. Я не хочу сейчас говорить о юридических тонкостях всего этого. Мне кажется, сколько юристов, как говорят, два юриста, три мнения. Поэтому я просто хочу высказать свою точку зрения, как гражданина, как человека, который живет на этой земле, растит своих детей, связывает свое будущее с этой страной и со своим соседом, которого мы считаем, по праву считаем, стратегическим партнером. Сегодня ему нелегко, сегодня он борется тоже за свое существование, за свой суверенитет. И мы как никогда должны проявить свое партнерство, мы, стратегическое партнерство, соучастие, сопереживание. Я думаю, что вот это та позиция, которая должна исходить от каждого гражданина нашей страны, от нашего руководства, от гражданского общества, от политических общественных деятелей.